С нами к высоким температурам. Дорогие коллеги, рад приветствовать вас от лица нашей компании ЗАО «Калугин». Основным направлением нашей работы являются доменные воздухонагреватели. И здесь мы хотим рассказать вам об этих аппаратах и о развитии этого направления в нашей компании. Металлы – одна из основ цивилизации на нашей планете. Сталь производится из чугуна, который выплавляется в доменных печах. В давние времена доменные печи работали с холодным дутьем. Но уже первые опыты по нагреву дутья до 300 градусов, проведенные два века назад, привели доменщиков в изумление. Расход топлива снизился на 40% и резко повысилась производительность домен. Англичанин Эдуард Каупер предложил аппарат регенеративного типа для нагрева дутья, использующий домен и газ. Эта конструкция принципиально не изменилась до нашего времени. Основной тип существующих воздухонагревателей во всем мире – это воздухонагреватели с внутренней камерой горения. Длительная эксплуатация и исследование выявили ряд существенных недостатков этой конструкции. Короткое замыкание ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эффект банана Крип Неравномерное распределение продуктов сгорания по насадке. Расстрескивание огнеупоров Расстрескивание огнеупоров Все приведенные недостатки связаны с камерой горения, которая имеет большую высоту и работает в тяжелых условиях при высокой температуре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Камера горения оказалась наиболее слабым элементом этой конструкции воздухонагревателя и наиболее часто выходит из строя. Воздухонагреватели с внутренней камерой существуют уже много десятилетий, и за это время на них проводились различные виды модернизации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наиболее существенная модернизация старой конструкции свелась к переносу камеры горения наружу, в отдельный кожух. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это позволило устранить лишь два недостатка из шести. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короткое замыкание и эффект банана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Максимальная температура горячего дутья не выше 1250 градусов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но такие воздухонагреватели с наружной камерой горения имеют сложный купол и сложную систему компенсации температурных расширений кожухов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоимость воздухонагревателей с наружной камерой горения на 30% выше. А для их размещения требуется значительно больше места. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Существуют ли решения, устраняющие все эти недостатки? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С нами к высоким температурам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы выяснили, что основные недостатки аппаратов с внутренней и снаружной камерой горения связаны с наличием самой камеры горения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попытки создать воздухонагреватель без камеры горения уже предпринимались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С нами к высоким температурам. В России первый бесшахтный воздухонагреватель был построен под руководством Калугина. В основании купола этого аппарата расположена кольцевая фор-камера, в нижней части которой установлено несколько десятков керамических горелок малого калибра. Воздухонагреватель был опробован на работу с температурой купола 1450 градусов и дутья 1350 градусов. Он надежно проработал 27 лет без капитального ремонта и был остановлен после вывода из эксплуатации самой доменной печи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальнейшим развитием конструкции бесшахтных воздухонагревателей стал воздухонагреватель конструкции Калугина. Газ в нем сжигается с помощью струйно-вихревой горелки фор-камерного типа, расположенной наверху купола. Струйно-вихревая горелка обеспечивает практически полное сгорание газа до входа в насадку. Пульсирующее горение полностью отсутствует. Ведутся работы по совершенствованию конструкции. Производится выход на еще более высокие температуры дутья. Обеспечивается достижение экономии материалов и соответствие все более жестким экологическим нормам. Разработаны новые насадки с диаметром канала 30 и 20 мм с большей поверхностью нагрева. Распределение зон из разных огнеупоров рассчитывается таким образом, что нет условий для зарастания каналов насадки пылью и шлаком. Весь период эксплуатации насадка остается чистой. Бесшахтные воздухонагреватели «Калугина» малогабаритные. Это позволяет получить существенную экономию средств на огнеупорных материалах. Разработана новая конструкция поднасадочного устройства с независимым опиранием каждой решетки на свою колонну. В воздухонагревателе «Калугина» используются распространенные огнеупорные материалы. В конструкции может применяться точно такое же типовое оборудование, как и на обычных воздухонагревателях. Оборудование, как правило, располагается с одной стороны блока воздухонагревателей на общей эстакаде, что экономит место и удобно для эксплуатации. Система отопления бесшахтных воздухонагревателей позволяет использовать газ и воздух горения, подогретые до 600 градусов. Поэтому в блоке воздухонагревателей «Калугина» могут быть установлены различные системы подогрева воздуха и газа. Применение систем утилизации теплодымовых газов дает возможность работать без добавки высококалорийного газа и без снижения температуры дутья, используя только дешевый и доступный доменный газ. Обычно применяются две системы теплообменников – теплообменники на тепловых трубах и трубчатые рекуператоры. При работе на газе с низкой теплотой сгорания для достижения высокой температуры дутья реализуется схема с подогревом воздуха до 600 градусов в малых ВНК. С нами к высоким температурам! Преимущества конструкции бесшахтного воздухонагревателя «Калугина» были оценены многими специалистами во всем мире. В настоящее время идет быстрое распространение бесшахтных воздухонагревателей «Калугина». Наибольшее количество бесшахтных воздухонагревателей «Калугина» введено в эксплуатацию в Китае. Разработанные нами бесшахтные воздухонагреватели позволяют перейти в доменном процессе на более высокий уровень температур. Мы уже достигли температуры горячего дутья 1300 градусов. Наша конструкция бесшахтного воздухонагревателя позволяет при использовании обычных огнеупорных материалов достичь температуры горячего дутья 1400 градусов. При этом срок эксплуатации воздухонагревателя без ремонта будет 30 лет, а также будут достигнуты лучшие экономические и экологические показатели. Мы приглашаем наших коллег-доменщиков использовать эти высокотемпературные воздухонагреватели для развития доменного процесса. С нами к высоким температурам!